В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Помощницы будущих мам 5 мая отмечают Международный день акушерки. Православные волонтёры организовали праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. 6 мая – Международный день против диет. Как нужно питаться, чтобы не навредить своему организму? Далее расскажем обо всём подробно. Саровские эпидемиологи подвели итоги прошлого месяца. В апреле эпидобстановка стала спокойнее. По сравнению с мартом относительно стабилизировалась заболеваемость COVID-19. Всего за апрель зарегистрировано 387 случаев, в том числе 14 среди детей. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями на уровне предыдущего года. В то же время выросло число случаев заражения ротовирусной инфекцией. Зарегистрирован случай сальмонеллеза у ребёнка. По сравнению с апрелем прошлого года стала больше заболеваемость ветряной оспой. Снизилось число случаев микроспории, опоясывающего лишая, острых респираторных вирусных заболеваний, вне больничных пневмоний. Также в апреле в Сарове зарегистрирован случай заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Случай заболевания туберкулёзом – два случая мононуклеоза. Сократилось количество обращений по поводу укусов животными. Зарегистрированы первые обращения по поводу укусов клещами. За месяц – 12 человек. В основном клещи присасывались в пределах города – на кладбище в пойме реки Сатис в районе лыжной базы. Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Сарова проводит платные исследования клещей на наличие клещевого вирусного энцефалита, боролиоза, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека. Сдать клеща на анализ можно с 8 до 16 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. По адресу улица Духова, дом 22, телефон 7-71-62. В апреле проведено исследование четырех клещей, а возбудителей заболеваний не выявлено. 5 мая праздник отмечают акушеры – люди, которые помогают малышам появиться на свет. Представители этой профессии сохраняют здоровье женщине и ребенку, ведут беременность, готовят к родам, контролируют самочувствие роженицы и малыша. Кесарево сечение проводят, когда естественные роды невозможны из-за риска для здоровья мамы и малыша. Эта серьезная операция требует высокого профессионализма от всего медицинского персонала. Если нет противопоказаний, то врачи применяют нейроаксиальную анестезию. Она не оказывает прямого воздействия на новорожденного, а кроме того, женщина остается в сознании и может услышать первый крик своего ребенка. Сразу после родов врачи осматривают малыша и прикладывают его к маминой груди. А по завершении всех процедур родильницу отвозят в палату пробуждения. В палате пробуждения находится папа, когда мы оперируем. После рождения ребеночка малыш выкладывается на грудь к маме, а потом переносится к папе. Через какое-то время, в течение двух часов, семья проводит вот эти первые два часа. После родов, да, как бы вот это соблюдение золотого часа. И сразу хочется сделать акцент, что партнерские роды, вот эти вот все наши новые технологии, которые мы применяем в настоящее время в нашем отделении, это все совершенно бесплатно идет по полюсу ОМС. После золотого часа маму и малыша переводят в послеродовое отделение, где обстановка максимально приближена к домашней. Все палаты здесь одноместные, с индивидуальным душем и туалетом. Если у мамы были сложные или оперативные роды, то ребенка на некоторое время переводят в отделение для новорожденных. Здесь же находится и палата интенсивной терапии для малышей, которым требуется дальнейшее наблюдение и медицинская поддержка. Она оснащена самым современным оборудованием. Четыре кувеза, один из которых был куплен в 2020-м, и аппараты ИВЛ. Еще одну реанимационную систему планируется приобрести в этом году. Все малыши в отделении для новорожденных круглосуточно находятся под наблюдением врачей и медсестер. Сотрудники акушерского отделения клинической больницы номер 50 – профессионалы, преданные своему делу. И лучшая награда для них – улыбки женщин, которые благодаря слаженной работе всего коллектива становятся мамами. Байдарочник из Сарова утонул во время сплава по реке Сережа в Новашинском округе. Группа состояла из шести взрослых и четырех детей. Они передвигались на четырех байдарках. В 90 километрах от Вексы бурный поток перевернул лодки. Все, кроме 35-летнего мужчины, смогли выбраться на берег. Как отметили спасатели, байдарочники не зарегистрировали маршрут, а спасательные жилеты были только у детей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлили до 13 мая. В списке воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянск, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курск, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Росавиация рекомендует перевозчикам использовать альтернативные маршруты с аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Ведомцы подчеркнули, что остальные аэропорты России работают штатно. К 2030 году количество волн тепла увеличится в три раза по сравнению с началом века, рассказал российской газете научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфанд. Метеоролог подчеркнул, что жаркая погода хороша в умеренных количествах, а для людей старших возрастов жара вообще может быть опасна для здоровья. Имеются в виду продолжительные периоды засушливой погоды с температурой плюс 30-35 градусов. Это очень тяжелая погода для немолодых людей, считает Вильфанд. По его словам, пока сильная жара нам не грозит. Приближающееся лето обещает быть не таким знойным, как прошлое. Саровчане победили на международном конкурсе имени Льва Вгоцкого. Это самый масштабный конкурс в сфере дошкольного образования. В этом году в нем приняли участие свыше 36 тысяч человек. Победителями стали 170 педагогов, которые в своих работах проявили творческий подход, отразили проблематику современного образования, предложили реалистичные идеи, изменения в сфере дошкольного образования. Диплом победителей получили Ольга Кулагина и Елена Барышева из детского сада номер 30 и Ольга Криченкова из детского сада номер 6. Они примут участие в летней школе международного конкурса. В Сарове пройдет забег по пересеченной местности. Всех желающих попробовать свои силы или просто поболеть за спортсменов, приглашают 10 мая на лыжную базу. Начало забега 10 часов. Участникам предстоит пробежать дистанции на выбор 5, 10 или 20 километров. Заявки принимают до 8 мая по адресу электронной почты, которую видите на экране, и по телефону плюс 7 960 632 61 40. К забегу допускают только лиц старше 18 лет. Ежегодно 6 мая отмечают Международный день против диет. Его инициатор Мари Эванс – руководитель британского движения против диет и нездорового похудения. Этот день призван напомнить людям, стремящимся к идеальной фигуре, что при соблюдении режима правильного питания и умеренной физической активности, здоровье сохранится дольше и без радикальных диет и изнуряющих голодовок. Интервальное голодание, монодиеты или недели на кефире с яблоками. В сети можно найти тысячу разных диет, создатели которых обещают поразительные результаты в кратчайшие сроки. Нужно лишь проявить немного силы воли. Заманчиво, не правда ли? Однако при неправильном пищевом рационе ненавистные лишние кило могут испариться вместе с вашим здоровьем, восстанавливать которые вам придется еще очень долго. За своим питанием необходимо следить на протяжении всего года. План быстро похудеть к лету или перед Новым годом, безусловно, может сработать. Однако сброшенные кило быстро вернутся, как только вы вернетесь к привычному режиму. Поэтому, конечно же, следить за своим питанием нужно круглогодично. Отслеживать, чтобы у вас были овощи и фрукты, отслеживать количество белка в рационе. Вот эти все скачки про похудение временное ни к чему хорошему не приводят. Я всегда своим девочкам подопечным говорю, что лишний вес начинается с вашей первой диеты. То есть это всегда так. Нормальное снижение веса без вреда для здоровья – терять 5-10% от вашего веса за полгода. Так организм не будет испытывать сильный стресс и велика вероятность, что сброшенный вес больше не вернется. Нужно быть очень внимательным и к своему организму, напоминает диетолог. И если вы заметите резкий скачок цифр на своих весах, как в плюс, так и в минус, это сигнал обратиться к специалисту. Я не знаю, у нас заболел зуб. Мы же не говорим, я сейчас сама поковыряюсь. Вот если не поможет, то тогда уже обязательно пойду к стоматологу. Но такого же нет. Поэтому как только что-то происходит, надо сразу идти, сразу. А не потом, когда уже плюс 30 килограмм наликло. Понятие «правильное питание» весьма расплывчато, считает Анастасия Егорова. Для здоровья в первую очередь важен сбалансированный рацион. В нашей тарелке должно быть несколько групп продуктов, содержащих клетчатку, сложные углеводы и белки. А вот феномен правильного питания породил немало мифов. Первый лучший завтрак – это овсянка. Завтрак, по мнению Анастасии Егоровой, должен быть вкусным и сытным. А после овсянки чувство голода к вам вернется уже через час. Второй миф – нельзя есть после шести. Сейчас среднестатистический человек ложится спать в 12 часов в час ночи. Это огромный перерыв. То есть это шесть часов голодания, плюс еще вся ночь потом у вас впереди. И, конечно, это не полезно. Вот так и проявляются начальные этапы расстройств пищевого поведения, когда человек встает ночью, идет к холодильнику и начинает забрасывать в себя все, что лежит. Так делать не нужно. Определиться с тем, как правильно выстроить свой рацион, поможет подсчет калорий, считает диетолог. Эта методика полезна для начинающих, чтобы те могли приблизительно понять, какие ошибки совершали при выборе продуктов и блюд и сколько калорий в день потребляли. Постоянный же контроль может стать слишком утомительным. Анна Пилипец, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Волонтеры Центра «Радость моя» организовали благотворительный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для ребят устроили мастер-классы, игры и конкурсы. На праздники побывала наша съемочная группа. Веселый колокольный звон привлекал внимание случайных прохожих и жителей близлежащих домов, а также встречал всех гостей, которые пришли на праздник Пасхи православного волонтерского центра «Радость моя». По доброй традиции пасхальных дней любой желающий мог попробовать себя в роли звонаря и позвонить в колокола. Традиционные пасхальные гуляния волонтеры Центра «Радость моя» проводят с 2011 года. Его организуют для подопечных семей Центра, которые воспитывают детей с инвалидностью и особенностями здоровья. Мы эти семьи знаем уже много лет, уже 10 лет. Какие-то новые к нам по дороге присоединялись с маленькими детьми. Есть ребята уже старшие, а участвуют во всей этой организации, в подготовке праздника волонтеры Центра «Радость моя». То есть это сбор средств был, это были и репетиции домашних поздравлений, и домашние поздравления, которые уже прошли на этой неделе. В помещении Центра волонтеры проводили для ребят и их родителей мастер-классы по изготовлению свечей, подсвечников и пасхальных открыток. А на свежем воздухе устроили настоящие народные гуляния с хороводами, традиционными играми и чаепитием. С концертной программой перед гостями выступили учащиеся детской школы искусств, а также военный оркестр. Некоторым ребятам даже посчастливилось побыть в роли дирижера. Мы пришли всей семьей, мои дети, мои внуки все здесь. Мы уже не первый раз. В прошлом году тоже сюда приходили. Очень понравилось, и никогда мы не пропустим праздников, которые здесь будут устраивать. В гуманитарном складе радость моя. Каждый год на пасхальные празднования мы посещаем это мероприятие. Нам очень нравится здесь и волонтеры, и оркестр, детям очень нравится общаться. Мы вообще общаемся, дружимся с волонтерским центром очень давно. Все замечательно. Дети очень рады, счастливы. Спасибо огромное всем. В подготовке и организации мероприятия участвовала целая команда друзей и партнеров волонтерского центра «Радость моя». Православное творческое объединение «Мир», учащиеся православной гимназии и, конечно, добровольцы. Именно эти неравнодушные люди, которых порой даже и незаметно, вносят неоценимый и большой вклад в благотворительное движение центра. Я делаю то, что я могу, то, что мне по силам, то, что мне нравится, то, что мне откликается. Сегодня я здесь. До этого я стояла в торговом центре Куба и собирала деньги на этот праздник. То есть все, что я могу в организации и так далее помогать, я это делаю, потому что мне потребность души. На колокольном звоне немножко помогла, столы помогла собирать, надпись, флажки вешать. Работы у волонтеров много хватает всегда. Праздник нужен для пообщаться с детям, потому что дети с особенностями. Есть те, кто практически не выходит из дома. И просто помочь им пообщаться вместе, побыть. Пасхальный детский праздник завершили вручением подарков и общей фотографией. Также в планах у православного волонтерского центра «Радость моя» провести благотворительную акцию «Белый цветок», посвященную памяти царской семьи. Мероприятие хотят приурочить к ночи в музее. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. 9 мая в городе частично перекроют движение автотранспорта. Нельзя будет проехать по проспекту Ленина с 8 до 13 часов на участке от пересечения со Шверника до перекрестка с Карла Маркса. Сами улицы Шверника и Карла Маркса останутся открытыми, и улица строителя Захарова будет частично перекрыта. С 18 до 23 нельзя будет проехать по новому мосту от поворота на Довиденко до кругового движения. С 21 до 30 до 23 от проспекта Мозруково до кругового движения. На это время изменятся и маршруты общественного транспорта. Полную схему проезда можно найти на сайте администрации в постановлениях. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете информационные выпуски и авторские программы. А в студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин